для комбината. Это те люди, это знаковые личности, в общем-то, для города. Потому что Николай Макарович Корецкий, он уже остался один из очень немногих освободителей города Запорожья. Вот мы сейчас были у него дома на его 92-летие. Вы видите, он еще бодр, он здраво рассуждает, он знает историю очень хорошо. И вот мы будем 14 октября на Покрова день освобождения Запорожья праздновать. Поэтому как раз в преддверии этого праздника мы сегодня слышали о его боевом пути, о том, какие были трудные времена, как он относится к жизни сейчас. И когда после войны он пришел на комбинат «Запорожсталь», он достойно прошел весь свой трудовой путь. Он заслуженный металлург, он почетный гражданин Днепропетровской области, он пользуется заслуженным уважением у ветеранов города и у жителей города. И вот именно на примере судьбы Николая Макаровича он всей своей жизнью показал, что такое быть настоящим патриотом, что такое быть в конце концов честным, просто честным и добрым человеком. Что такое понимать и осознавать те ценности, которые дарованы тебе, как человеку, который пришел в этот мир. И поэтому, естественно, для комбината «Запорожсталь», для ветеранской нашей организации, для молодежи комбината «Запорожсталь» это тот пример того отношения, как нужно относиться к жизни, как нужно дорожить этой жизнью, как нужно заниматься собой и как нужно быть активным в этой жизни. Поэтому еще раз хочу сказать, что мы вот ему сегодня пожелали доброго здоровья. Мы ему привезли путевку на нашу базу отдыха. Он отдыхал в профилакторию у нас в день заезда, когда для ветеранов. Сейчас поедет поправить здоровье в ветеранском заезде в бархатный сезон. Поэтому дай Бог ему всего самого хорошего. Ну а вот ветеранам комбината, которые также отдали всю жизнь для комбината, тоже всем крепкого здоровья, ну и всего самого хорошего и уверенности в том, что Украина будет прекрасной, цветущей. И мы, конечно, забудем, что такое война, что такое вот такие трудности, и будем жить в прекрасной, счастливой нашей стране и в нашем городе красивейшем под названием Запорожье.